Каббала Каббала через мудрецов всех поколений передавалась от учителей к ученикам. Это наука о том, как устроен мир, то есть это тайная часть Тора, передавая через Моисея Ма Гарисинай. Каббалу нельзя изучать, не изучая Тору, потому что, как сегодня многие пытаются, потому что это просто фальсификация, продают якобы тайное учение. На самом деле человек, не имеющий предварительных каких-то навыков, не может полноценно осваивать это учение, потому что это может просто негативно сказаться на душе самого человека. То есть это, если привести пример, это все равно, что взять кого-нибудь вот обыкновенного человека, нетренированного и послать на Олимпийские профессиональные игры. То есть, ну, в лучшем случае человек получит сразу легкую травму и поймет, что лучше не трогать. Нужна подготовка, нужна тренировка, определенный образ жизни, определенный образ мышления. Теперь, то, для чего вот мы сегодня с вами встречаемся, я хочу с вами поговорить о том, каким образом, все-таки и чему можно научить вас с точки зрения вот этих тайных знаний. Мы с вами сегодня даже попробуем, попробуем почувствовать, каким образом это все осуществляется в жизни. То есть, как с помощью ощущения того, чему, скорее всего, раньше вас не учили, потому что мало вообще кого судьбек мочит. Если хотите, можете стол взять и вот здесь есть. Ну, нет, я убегал, заливал, я понял. Вот. Как нужно ощущать постоянно присутствие единого всемогущего Творца? Мы сейчас с вами поговорим, что такое Творец. Ощущая присутствие Творца, получать постоянные силы от Творца. Мы не так их получаем, но когда мы что-то получаем осознанно, это более ярко на нас влияет, дает вам больше возможностей. Как с помощью этих сил можно сделать свою жизнь более гармоничной и, соответственно, сделать более гармоничной жизнь окружающих нас людей, то есть, в первую очередь, своей семьи, супругов, детей и так далее и тому подобное. Вплоть, в дом, чего угодно. То есть, влиять можно на все, что угодно. Самый основной принцип Торы и Кабалы – это не делай никому того, чтобы ты не хотел, чтобы тебе сделали другие. То есть, это построено на абсолютном добре. Почему я оговариваюсь? Потому что сегодня очень модные всякие такие учения, течения, техники, как, обладая какими-то возможностями, влиять в своих интересах на кого-то против его интересов. Это неприемлемый для Творца подход, то есть, Творец вам запрещает манипулировать. Теперь, кто такой Творец и почему он нам что-то запрещает или разрешает? Значит, для людей, которые верят в Творца, ну, как бы, в принципе, много не нужно объяснять. Тоже нужно объяснять, а где он Творец, и чем он является, и как он проявляется. Люди, которые, как, ну, я, во всяком случае, был воспитан в атеистическом мировоззрении, чтобы понять, что такое Творец, кто он и чем он является, объяснение следующее, что наш мир, как мы знаем из физики и химии, все учили, я надеюсь, еще успели, да, вот, физику и химию, что мир состоит наш из элементарных частиц, если разлагать другую материю, из которой мы с вами состоим, и вся природа вокруг нас, живая, неживая, естественная, искусственная, все состоит из молекул, которые состоят из атомов, которые, в свою очередь, состоят из электронов, протонов и электронов, да, все помним. Молодцы. Теперь и ученые уже научились, как бы, расщеплять даже вот эти вот простые частицы на простейшие частицы, и уже ушли там на много порядков расщепления вниз, то есть на еще более примитивные частицы. И, в принципе, чем являются эти частицы? Ведь это только вот на уроках физики и химии, там, биологии, нам с вами рисовали атом, как какой-то кружочек, да, летающий вокруг ядра по какой-то там траектории. На самом деле это все были схематические рисунки, и атом, и любая другая частица, они являются, на самом деле, зарядами, энергетическими зарядами. То есть, если мне не изменяет память, там, электрон у него отрицательный заряд, у протонов положительный нейтрон, он не правит. Вот. Теперь, то есть, по сути дела, основой всего является вот эта вот базисная энергия этих или вот таких частиц, потому что из них состоит абсолютно все. Теперь, очень-очень поверхностно объясняя, можно сказать, что вот эта вот базисная энергия, которая является основой всего, это и есть проявление Творца на, скажем так, физическом уровне, да. То есть, то, что нам говорит Тора, который в христианской традиции Библия, что Творец, он создавал мир из себя самого, внутри себя же самого. То есть, что это значит? Творец освободил внутри себя пространство. Как это освободить внутри себя пространство? То есть, он себя в этом пространстве скрыл для творения. То есть, вот сейчас вот внутри нас, вокруг нас, в воздухе, во всем, что нас окружает, нет ничего, кроме Творца. То есть, мы все с вами являемся проявлением Творца. И скрытость Творца, она проявляется в том, что мы с вами не чувствуем себя одним, единым целым. А мы чувствуем, что каждый из нас вот отдельно. Вот вы там, я здесь, да. Я вот в этой рубашке, вы в своей одежде. На самом деле, это только наша ограниченность восприятия того, что вообще между нами нету никаких раздоров. Мы все представляем собой одного единого Творца. Вот для того, чтобы это более глубоко осмыслить, нужно много учиться, читать, тренироваться, чувствовать это. Но мне сейчас идет не об этом. Мы знаем, что Творец создал нас, создал нас внутри себя и себя же теперь. Зачем он это сделал? Творец, он абсолютен. А если он абсолютен, значит, он добр. Потому что любое зло является проявлением нехватки чего-то. То есть, когда мы чувствуем себя негативно, когда мы чувствуем себя, как вам кажется, чего-то не хватает. Так? Теперь у Творца, который создал все и все поддержит, у него не хватать не может. У него есть все в избытке, в бесконечности. И поэтому он абсолютно бесконечно добр. Откуда берется зло в нашем мире? Откуда берется ощущение негатива? Именно ощущение, я подчеркиваю, это. Это результат нашей ограниченности восприятия. То есть, нам кажется, у нас есть какое-то мировоззрение. И если нам кажется, что что-то происходящее противоречит каким-то образом нашим интересам, то это негатив. На самом деле, это наша ограниченность восприятия. Я всегда привожу пример. Когда я пошел на прививку с одним из своих детей, всегда я шел, у меня жена медсестра, она не может видеть этих издевательств над ребенком. Вот, она медсестер за руки хватает, когда они пытаются делать уколы с ее детям чужим, она может свой мед, знаете. Вот, и шестимесячного малыша, карапуза такого сладкого, принес своего сына на прививку. Медсестра с ним играет, он такой сладкий, она ему путемуте всякие делает, протерла ему ножку спиртом и раз, иголку туда. Я никогда в жизни не забуду, как он на меня вот так посмотрел. А знаете, у них не слезы, а такое желе в глазах, куски такие слез стоят, да? Вот так посмотрел, то есть на меня, на нее, ну как вы могли-то, ну я же сейчас вам улыбался, а вы мне иголку в ногу, да? Он не понимал, что в этот момент он получает иммунитет от самых страшных болезней, от которых вымирало там континент, континентами вымирало человечество, да? Объяснить ему в этот момент это невозможно. Единственное, что он чувствует, что в данный момент ему больно. На данном этапе просто поверьте мне, что любая наша с вами боль, это тот же самый уровень, мы просто не понимаем, зачем нам нужно было это пережить. У творца плохого не бывает, да? Как у тети Сонни, плохого не бывает, у творца тоже плохого не бывает. Потому что у него ничего плохого нет, он один сплошной позитив. А вот мы, обладая правом выбора, он нам дал право выбирать, как чувствовать, как поступать. И вот мы, пользуясь этим правом выбора, мы можем воспринимать неправильно, ошибочно. Не потому, что мы хотим, а потому, что мы ограничены в своем понимании. И мы часто можем выбрать, ощутить или подумать негативно, да? Что вот зачем мне нужна эта права, зачем мне нужно было это пережить? Я же ничего плохого не сделал. На самом деле, кому интересно, можно учиться дальше, глубже и понимать, что все является как бы проявлением системы в нашем мире, причинно-следственных связей. То есть все, что происходит, происходит из-за того, что наши души перевоплощаются. И в прошлых воплощениях мы могли совершать какие-то ошибки. Кстати, в иудаизме слово «грех», как оно принято в христианстве, оно неприемлемо. Потому что грех – это что-то, вот на тебе стоит печать, и все исправить невозможно. А в иудаизме слово «грех», оно также переводится как «промах». То есть ты просто ошибся, ты промахнулся, да? Ты, ну, бывает. И промах всегда можно исправить, можно изменить. И есть целое направление, как бы, действий, обрядов, которые называются «исправление», то есть возвращение. Возвращение куда? Возвращение, вот ты идешь по дороге, не туда пошел, да? Чтобы пойти туда, ты понял, ты не пошел туда, тебе нужно вернуться, туда, где ты не туда пошел, и пойти уже туда, куда надо. Правильно? Вот. И то же самое в духовном и эмоциональном плане. Если ты в чем-то ошибся, ты должен проанализировать, понять, и на всех уровнях своего бытия преобразовать вот эту ошибку. То есть на уровне действия уже не поступать, да? На уровне эмоций натренировать себя так, не реагировать и не чувствовать. И вследствие этого не вести себя так и даже не думать так, как вот ты подумал неправильно и ошибочно. Так вот, мы с вами говорили о том, что есть Творец, который создан весь мир. Творец, он абсолютно добр. Мы все с вами являемся проявлениями Творца. И Творец создал наш мир для чего? Для того, чтобы давать весь свой спектр бесконечной доброты нам, своих благ. И создал нас, как написано, по образу и подобию своему. И одно из объяснений этого образа и подобия это то, что мы можем, он в нас вложил возможность воспринять весь этот бесконечный спектр плав, который он нам дает, чтобы в результате этого мы были счастливы. Теперь, а почему мы можем сказать, а, что у нас получается в числении, я даю там лекции на 500, на 1000 человек, я говорю, кто ты счастливый? Ну, готовишь к лову, там, пойми и трогай, чтобы на себя внимание обратить. До конца счастливый, на 100% счастливый. То есть, есть указ о счастье, насколько мы будем большей силы, я, например, 22 года учусь, тренируюсь, тренирую других людей. И, честно, вам скажу, что не всегда получается чувствовать счастье. То есть, ну, слава богу, там, процентов 75-80 времени, я действительно чувствую себя счастливым. Но иногда бывают ситуации, но не получается пока. Пока никто несовершеннен в этом мире. Ну, что мы... Да, пожалуйста. У каждого человека понятие и категория счастья абсолютно разные. Я не клоуна, но я считаю себя абсолютно счастливым. Я тоже считаю себя даже не клоуна. Да, но потому что, ну, у меня вот есть определенные категории, критерии в этих вещах. Все хорошо, значит, соответственно, я счастливым. Молодец, нет. Послушайте, я же не говорю, что там нельзя ощущать себя счастливым. Конечно, можно. И нужно, и нужно. И как бы моя цель, если мы с вами будем продолжать дальше учиться, помогать вам совершенствовать эту возможность ощущения всей системы. Почему я сказал, что клоуна поднимает руку, да, потому что как бы люди ответственные как-то, начиная думает, так, а я сто процентов не счастлив. И каждый, ну, честно, положа руки в сердце, понимает, что сто процентов нет. Ну, дай бог там, на девяносто, да, пожалуйста, ну, на сто. Сложно, правильно? Ты счастлив на сто процентов? Да, я считаю себя все счастливым человеком, да. Ну, ради бога, ради бога. Просто, что для кого-то, что-то считается шоком, а для меня это не так. Очень хорошо, я бы у вас получил все это. Как мне дополнительные недостающие мои проценты. Смотрите, имеется в виду, что ты счастлив всегда. Вот ты ноготь сломала, очень хорошо. Машину, не дай бог, ударила. Страховая ты, страховая. И так далее, и там потом. Но я могу очень сильно так, не дай бог, не дай бог, не, пока он будет сказано, потерял самого близкого человека. Ну, нет, никаких вещах нет. Вот, а? Ну, когда с несчастьем, это если ты потерял близкого человека. Понимаете, вот поэтому я и говорю, что понятие, как вы даже начали говорить, что понятие счастья очень субъективной, субъективное ощущение, да? Кто-то счастлив от того, вот ты ему дал, там, я не знаю, бутерброд с маслом, и все. Да? Потому что он, он ел этот бутерброд с маслом. А может быть, он ел, но ему больше не надо, понимаете? Очень часто бывает, вот я работаю с парами, мне там, особенно женщин, очень часто, женщин, не нужно более чувствовать отношения, более глубоких чувств, да, внимания и так далее. Женщина говорит, он меня не любит. А он говорит, я не понимаю, что она от меня хочет. Я на ней женился, детей с ней родил, квартиру купил, машину не купил, все, что ей надо, пожалуйста. Что она хочет? Материальное только, а она хочет эмоциональное. Умница. Умница. различия между мужчиной и женщиной. Ну, не совсем в этом, это сегодня воспитание мужчины и женщины. Мужчины сабычек, поэтому они воспринимают, что если материально все хорошо, значит, претензии не должно быть. А уже еще целый список 200 счет дачи, на частности меня не доволит. 200 счет книг. Да, Он меня не любит, а ты чего не понимаешь? А иногда она сама не может объяснить, почему. Понимаете, потому что это подсознательное ощущение, что у него ничего-то не хватает. Он может на одном кузе встать, просто в стойку, а он все равно меня не любит. ну что я еще должен сделать? Я их не знаю. Она честная. Ну, мы сами. Вот. И тогда нужно людям помощь, нужно помочь человеку познакомиться со своим подсознанием и понять, что дает это ощущение. Это все возможно, все решает на с возможной помощи. Так вот, то, о чем мы говорили, да, что каждый из нас очень хочет быть счастливым. Правильно? И каждый это понимает по-своему. Что? И наша с вами цель понять каждому из нас, а каков мой путь ощущать себя счастливым. Потому что для каждого из нас это абсолютно разные пути. Но цель у нас у всех одна. Не коммунизм, а счастье. Да? То есть мы хотим быть счастливым. Теперь, как этого добиваться? В связи с тем, что мы являемся каждый из нас частичкой системы, которая называется Творец мира. Да, это все очень такие жесткие, грубые понятия, о которых я сейчас говорю. Это все гораздо сложнее и тоньше. Но чтобы нам как бы кратко и понятно, мы являемся каждый из нас частичкой этой системы. И вот я, когда 22 года назад начинал учиться в Ишиве, начинал учить Тору с раввинами, мне мой учитель Равсвинский сказал, вот ты частичка всего мира. Я говорю, хорошо, интересно, так. И он говорит, и для тебя в мире нет никого, кроме тебя и Творца. То есть все вы для меня сегодня являетесь проявлением Творца. Я тоже проявление Творца, но у меня есть самоощущение, вот он я. Вот я вас вижу, я говорю, я думаю, я тоже проявлением Творца и больше ничего. Но я себя ощущаю, а все, что меня окружает, вы, и вся природа, и все, вообще, все бытье, это лишь проявление Творца. Значит, в мире есть только я и Творец. Творец создал меня счастливым. А если в мире есть только я и Творец, я сказал, а Творец он абсолютен, то я для себя решил, я не хочу ставить границу между собой и Творцом. В принципе, это правильно, ее ставить не нужно. С Творцом нужно стремиться быть в абсолютном слиянии. Да? И я не хочу ставить эту границу, но не хочу головой и не хочу сердцем, да, и могу душой это разные понятия. То есть мы можем что-то понимать, но не можем сделать. Да? Как вот мы сейчас говорили, да, я тебя люблю, но хорошо, а как ты это проявляешь? А как ты хочешь мне это проявлял? Да? А как ты это проявляешь? Я проявляю это тем, что я тебя всем обеспечиваю. например, если между мужчиной и женщиной, я тебя всем обеспечиваю. Она говорит, мне это мало? Ничего себе. Мало. Ты посмотри, сколько я для тебя. А она говорит, что я еще хочу? Что я еще хочу? Эмоционально. А что значит эмоционально? Вот тут мужчины просто вот клинит. Большинство, я не смеюсь. Мужчин просто клинит, он говорит, эмоционально что? Ухаживать, возможно, вы знаете, проявляет что? Заботу, показывать, да? То есть, и вот тут я начинаю мужчину учить, я говорю, смотри, надо, он говорит, что она хочет, переведи мне на мужской язык. И вот я привожу пример такой вот, у меня, чтобы не злазить, шестеро детей, уже трое внуков, и дочка старшая, одна из старших, значит, ей сейчас 20 лет, ей когда было 4 года, она к нам подходит, говорит, папа, я знаю, ты маму любишь. Я говорю, а вот ты знаешь, что ты решила вдруг? Она говорит, ты когда мимо нее проходишь, ты вот тут на спинке вот так рукой проводишь. Я так даже, ну смотрел, ну видимо автоматически так, ну прям занимаю. Я говорю, ну почему ты думаешь, что это любишь? А еще ты вот так по волосикам делаешь. Я говорю, почему ты решила, я говорю, почему ты решила, что я это люблю? Говорит, папа, мы женщины знаем. то есть да вот для женщины это как бы понятно это же понятно что вот это любовь да это проявление любви для мужчин нравится мне вот я про обнял это мне сейчас спрашиваю первая внучка говорит говорит ну как спать с бабушкой и я говорю ребят я как-то так смотрю вроде все как у высоцкого тот же лес тот же воздух и та же вода как я не женился 24 года назад так вроде бы та же самая есть да а мне вот по поводу один человек из москвы очень серьезный такой бизнесмен мне нужна помощь мы с женой разводимся чтобы ее поддержали я говорю что вы разводитесь вы посмотрите ей 43 не 52 молодец и я вновь то есть как бы и рассказал не 43 ну он горит опять меня же пацаны не поймут что же 43-летней бабы жить буду я на фотографии пришли фотографии пришли присылает те кто такая на эти бизнес там какие 42 там силы 30 можно дать а у детей есть нету 52 молодец огурец значит я дети есть до трое ягра из-за чего разводитесь лежишь я сказал это же не машина что она устарела человек это же жена вместе наоборот да еще будет его настаивается нужно вообще да умерти не понимаешь ты не понимаешь эту я твоей жены бесплатно помогу вот избавиться от такого счастья вот то есть понимаете все относительно притом он как бы не понял а чё это я вообще удивляюсь удивляюсь как бы ну о чём то я то есть счастье у каждого из нас оно свое но есть какие-то общие критерии то есть у каждого из нас может быть абсолютно вот разный телефон да у каждого или там какой-то другой электроприбор и у каждого абсолютно разные как вы знаете зарядные устройства но электричество которое нужно оно для всех одно так вот жизненная энергия которая нам всем нужна мы все сами все разные приехали из разных мест у нас разные вероисповедания у нас все разно у всех да выглядим по-разному разные расы все разно но есть один единый творец который создал все мироздание и он нас как-то перевести михае это оживляет нас дает нам жизненность каждое мгновение написано что творец каждое мгновение разрушает тотально все мироздание и заново его создает тоже в это же мгновение то есть это так быстро происходит что мы с вами даже не успеваем его почувствовать у нас как жизнь течет так и течет и за это мы с вами кстати можем понять что каждую секунду нашей жизни мы можем начать абсолютно все заново то есть чистого листа по-новому да по-новому смотреть на мир по-новому увидеть теперь чтобы это начать делать для на первом этапе нам сам нужна информация то что вот я вам сейчас даю я рассказываю ребят смотрите вот можно быть счастливым независимо ни от чего кстати да то что очень часто люди говорят я несчастлива или несчастлив из-за него из-за нее вот потому что меня вот в детстве там то у меня сейчас вот это все это отговорки это все отговорки чтобы не брать на себя ответственность за то что я чувствую или не чувствую себя сейчас счастливым каждый из нас может быть счастлив каждую секунду времени но для этого нужно научиться воспитать себя и натренировать себя к сожалению в сегодняшних поколениях видимо в нескольких предыдущих так уже не учили не воспитывали детей и поэтому нас с вами воспитывали думать рассуждать нас учили логики нас учили пользоваться руками красиво разговаривать иногда даже красиво есть но нас не учили чувствовать понимаете то есть на чувство говорили были какие-то штампы любовь помните ли это граф колеоста глазами так не любовь любовь это глаза это любовь а что такое любовь как любить как любите как создавать в другом человеке желание чтобы он любил меня то есть все эти понятия они к сожалению очень не не освещаемые так как надо плюс сегодня идет давление масс-медиа что любовь это секс как бы это знак равенства и очень опускаются эти понятия таким образом втаптываются в грязь вообще смешиваются непонятно с чем и и на самом деле никакая это не любовь и это вообще две большие разницы как говорят в одессе и сейчас мы с вами поговорим о том дальше я сам сделал упражнение а как начать приближаться к тому чтобы раскрывать себе возможность быть счастливым постоянно я недавно летал в москву сейчас с россии и израиля такие небольшие терки в плане того что сюда приезжают какие-то бизнесмены которые в международном розыске их почему-то израиль не хочет пускать россия обижается не пускает наших бизнесменов в общем вот такой вот идет и я как обыкновенный простой человек тоже попал под раздачу мы с женой прилетели на свадьбу в москву нас остановили три часа держали просто вот в аэропорту держали в москве товарищ из кгб сдал вопросы и мне говорит а чего вы прилетели я говорю на свадьбу прилетел а с кем вы прилетели я нашу паспорта в руках вы же видите женой мне так смотрит такая театральная пауза вы уверены что вы прилетели с женой я говорю знаете когда представитель ваша организация такой вопрос уже не в черном уверен вообще вот со мной уже 24 года спит 6 детей родила я так не знаю может быть и с женой и в общем вот такого рода вопросы и самый вопрос который от меня такое вот лекарство от ностальгии было мне говорит а че вы сегодня улыбаетесь я не знаю вы помладше здесь в наше время в советском союзе особенно в советской армии было что-то улыбишься что-то улыбишься да что ты вообще я говорю как у меня хорошее настроение приехал гулять на свадьбу друг женится причем не улыбаться то есть вот вот этот вот подход что вот нибудь числе просто улыбаешься ты дурак ты дурак что в чудо улыбаешься то ну как че я улыбаюсь все прекрасно жизнь я счастлив да жизнь хорошая штука приятная и на самом деле может каждый может научиться тому чтобы вот так вот постоянно себя чувствовать кому-то проще да как вас зовут аня вот они проще причем хорошая на такой планатуре такой человек боевой целеустремленный с лидерскими качествами и так далее и проще а кто-то более стеснительный более такой ну сложнее как бы себя почувствовать менее уверенный в себе и человеку кажется ну она конечно а я то ну я то мне это не полагается на самом деле полагается всем все рождены не чтоб скажешь